Всем привет! Не будем, как говорится, тянуть и сразу перейдем к главному событию этого дня, которое состоялось в городе Нью-Йорк на арене Мэдисон-Скуэр-Гарден. Энтони Джошуа защищал свои пояса в поединке с американским тяжеловесом Энди Руисом-младшим. В третьем раунде Джошуа левым хуком потрясает американца и отправляет его на канвас. Казалось, это начало конца. Но вот только не для Руиса. Энди поднимается, идет в размен и шокирует весь мир, отправляя в нокдаун уже Энтони Джошуа. Быстрые руки американца сделали свое дело. Джошуа был явно потрясен, но сумел встать. Однако натиск Руиса продолжился и прямо под гонка поконяется. Переносимся в седьмой раунд. Снова размены, снова сильнее в нем оказывается Руис, который записывает свой актив в третий нокдаун. Но это еще не конец. Джошуа поднимается, чтобы в четвертый раз побывать на канвасе. Эйджей поднялся, но находясь в углу, не захотел убирать руки с канатов. И рефери остановил бой. Невероятный апсет. Какое место он будет занимать в истории всех апсетов в тяжелом весе, да и в целом в боксе. А Энди Руис со второй попытки осуществляет свою мечту и становится чемпионом мира в тяжелом весе сразу по трем основным версиям. Вот такие дела. Мариновали-мариновали промоутеры своих бойцов. Вот и домариновались. Вот так вот выглядит лицо промоутера, который потерял свою главную звезду. Да и конечно же, сколько раз повторять. Не фотографируйтесь с Дрейком. Проклятие не выдумка. Кстати, это серьезный нокдаун для платформы. Ведь под его знаменами все пояса тяжелого веса. Разумеется, в контракте был прописан пункт. О реванше промоутер Джошуа Эдди Хирн сказал, что реванш состоится в Великобритании, скорее всего, в ноябре этого года. Ранее был официально объявлен и другой реванш. Второй бой между Уайлдером и Фьюри, который состоится в феврале 2020 года. Разумеется, Уайлдеру сначала необходимо будет пройти Луиса Ортисе. А весь хайп вокруг поединка Джошуа Уайлдер теперь улетучился. Даже если этот поединок состоится в будущем, то он уже не будет таким, каким он был бы до поражения Джошуа. Вот, кстати, как отреагировал Уайлдер на поражение британца. Он не был настоящим чемпионом. Вся его карьера состояла из лжи, противоречий и подарков. Факты. И теперь мы знаем, кто от кого бегал. Я даже не знаю, что сказать, в свою очередь пишет Ленокс Льюис. Но я хочу поздравить Энди Руиса с тем, что он стал первым мексиканцем, который завоевал чемпионство в тяжелом весе. Уважение Эй-Джею. Соберись и извлеки из этого урок. Не переживай, ты вернешься. Как говорится, не верь хайпу, пишет Джордж Форман, отвечая на вопрос подписчика о том, каково это впервые потерять титулы. Если принимать все как должное, то ты проиграешь. Ты будешь ходить в тумане, но не из-за того, что ты проиграл, а из-за того, что ты во все это верил. При этом Форман уверен, что в реванше Джошуа побьет Руиса. Как оно будет, покажет время. Бокс не предсказуем. Как и ММА, вчера в Стокгольме состоялся турнир UFC Fight Night 153, в котором в главном поединке между местным бойцом Александром Густавсоном и Энтони Смитом-младшим также состоялся апсет. В четвертом раунде после неудачной попытки тейкдауна от Густавсона Смиту удается провести удушающий прием. Это поражение стало последним для шведского бойца, потому что после боя он объявил о завершении своей карьеры. Представление окончено, сказал Александр после поединка. Собственно, как и наш выпуск, спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь на Fight Space, чтобы всегда оставаться в курсе всех событий мира боевых единоборств. Если вам понравился этот ролик, не забудьте поставить лайк. Ну а мы с вами услышимся в следующем новостном выпуске на Fight Space. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok